Добрый вечер, в эфире телекомпания «Город» программа подробностей, а у нас в гостях художественный руководитель Рязанского театра «Кукол» Валерий Николаевич Шацкий. Говорить будем о новой премьере «Кошкин дом». Добрый вечер, Валерий Николаевич. Добрый вечер, дорогие рязанцы. Премьера была вчера и сегодня. Рассказывайте, как прошла. На мой взгляд, замечательно. Сегодня у нас тоже была, так сказать, интересная и необычная, правда, премьера, потому что это благотворительный такой спектакль для детей с ограниченными способностями по здоровью. Да, и надо сказать, что и родители, и дети остались очень довольны. И простые зрители, и сложные зрители остались довольны. Спектакль воспринят как бы и детьми, и родителями. А немножко о самой работе, о том, что предшествовало, расскажите. Во-первых, это первая премьера этого сезона, надеюсь, как бы не последняя, потому что у нас впереди еще Новый год, но для нас это была интересная работа тем, что вот мы привыкли, что сказки ложь, а в них намек, добрым молодцам урок. Но для нас очень важно найти тот сегодняшний интерес, при сказке традиционной, уже достаточно, так сказать, банальной, с сегодняшним днем, как она сегодня звучит. Вы знаете, там написано, что кошка замечательная она была, да, но она замечательная и красивая, и ангорская там, и все это у нее замечательно, но главное ее достоинство в том, что у нее была богатая тесьма, золотая бахрома. И, в общем, нам интересно не так, как она, как угодья и дома. То есть какое-то такое смещение ценностей, когда вдруг сегодняшняя почти оказывается в трудном положении, и все эти друзья куда-то деваются, и все тебя, нет у тебя этих угодий и домов, и друзей вроде как бы нет. И тебя вроде как нет, и никому ты не интересен. Ты никому становишься не интересен, и даже от тебя, если ты раньше все кричали, приходи, там, тра-та-та, а потом оказывается, что ты им не нужен, и тебя пытаются, да ладно, мы тебя и не знаем, иди. И вдруг оказывается, что принимают тебя те, кому ты, может быть, даже на кого-то не уделял внимания, может быть, даже кого-то обидел, и вдруг эти люди... А они понимают лучше всего. А они понимают тебя лучше всего и дают тебе приют в трудное положение. Всплывают истинные ценности человеческие, доброта, взаимопонимание. И поэтому кошка вдруг предлагает в конце, как понимая, от этой бомонной жизни говорить, я буду вам вторая мать. И котята находят в ее лице вот эту нежность, которой им не хватало, и то, что кошка вдруг, наконец, нашла я дом. Вот истинный дом, семья, когда тебя любят, когда тебя уважают. А вот дети эту философию понимают? Мне кажется, им, в принципе, трудно сейчас что-то показать. Понимаете, мы специально сделали три плана на сцене. У нас есть верхний план, высшее общество, как бы дом кошки со всеми там бомонными, всеми девилами, с роялями, с танцами, с камином, там все. Есть средний план, на котором живут и наседки, и козлы, и все, каждый такой средний, как бы, план жизни. И есть нижний план жизни. Котята. Это котята, которые живут в невыносимых, может быть, условиях там. Но они оказываются на вершине всего этого, как сказать. Поэтому я понимаю, что дети, конечно же, не все поймут, но им станет жалко котят, потом вдруг станет жалко... Они начнут спрашивать о чем-то родители и докопаются. Да. И потом им станет жалко и кошку. На эмоциональном уровне это дети поймут. Важно, чтобы они в момент сопереживания у них возник. А вот всю логическую цепочку и объяснения более подробные, может быть, даже и социальные там и прочее, это искусство и театр предоставляет возможность родителям, чтобы у них был общий предмет для разговора. У меня много знакомых, у которых есть маленькие детки, и вот эти детки не смотрят старые мультики «Паровозик из Ромашкина», не читают вот этих книг. Там есть другие герои, есть Шрек, есть еще кто-то. Дети, которые пришли к вам, они знают, кто такая кошка, кто такие вот эти герои, котята. Им сюжет сам знаком был? Ну, да. С детьми, конечно, сложно, они могут тебя и дезориентировать. Обмануть, перехитрить. Да, когда спрашиваешь, вы читали, так сказать, «Кошкин дом», все кричат «Да». Мы привыкли к банальным таким решениям и как бы читаем по поверхности. Вот это было, вот это было, вот это пожалели, а это нет. Все. А мы как бы подошли с точки зрения сегодняшнего дня, и дети узнают. И поэтому там, допустим, «Куриный двор» – это не просто такой двор, где живет отец бойцовский, такой петух, где все есть построено не на дисциплине, где там тренируются эти цыплята, между собой держатся такие военизированные, такие крепкие, это один двор. Или «Поросята», где там этот дом, в котором стоит такая автоматическая кормушка, где все действовано на то, что питать, она веселая такая, озорная. И в то же время, как сказать, детвора все время около этой кормушки, которая нескончаемым потоком выдает им как бы жратву. Технические средства какие-то понадобились особо. Да, и плюс ко всему это сделано современными техническими средствами, световыми и прочими. Поэтому детям интересно смотреть, потому что там всевозможные светоэффекты, погружение в атмосферу. И там этот пожар, который мы даже боялись, что мы напугаем детей пожаром. Но нынешних детей трудно чем-то испугать, напугать. Поэтому это очень красивое зрелище, когда это горит. И сделано сценическими и светом, и цветом, и специальными такими, как мы так называем, имитаторами огня красивыми. Для некоторых ваших актеров спектакль тоже был дебютным. Да, да. Здесь это был дебют для, в общем-то, двух наших актеров молодых. Ани Лисиной и Родиона Горбунова. Причем Родион Горбунов, он как бы работает-то в театре не первый год. Он уже в театре человек не новый. Но он заведовал таким постановочным цехом, сценическим постановочным цехом. Он руководил нашими монтировщиками, декорацией, всей механикой. Очень ответственная работа. Да, очень ответственная. Но у него, он человек музыкальный, но и здесь ему захотелось попробовать себя артистом. И надо сказать, что его петух очень симпатичен, замечательный такой попытка, как сказать, первый, блин, не был комом. И такой подающий надежды артист-кукольник. Также Анечка Лисина, она удивительно тонко работает с куклой, играя этого котенка или острохарактерного барана, которые там приходят, такие интеллигенты, которые приходят на все события и смотрят такими удивленными глазами. Как баран на новые ворота. Как баран на новые ворота, да. Но там есть, для них это как бы флешмоб, собрались на пожаре, да. Фаер-шоу, такие, как сказать, интеллигентские слова. Получилось современно, актуально, злободневно. На мой взгляд, да. И об этом, как бы, говорят и родители, что было интересно смотреть. И этот спектакль, как бы, час он по времени длится само действие, проходит, моментально пролетает. И этого не замечаешь, что ты час небольшим здесь просидел. Корректировку мы сейчас внесли, и спектакль будет идти с антрактом, потому что дети, ну, у них есть, как сказать, физиологический цикл. И предрасположенность к ритмической жизни в размере 30-45 минут урока. И после этого им просто хочется бежать в туалет, там еще что-то. Но им интересно, и я вижу, иногда бывает спектакль, когда неинтересен, дети смотрят. И там мальчишки особенно пользуются возможностью, говорят, учителю, мы в туалет. А сами ходят по театру, там смотрят, что там. А эти только убежали и сразу прибегают обратно, бегом, потому что им интересно смотреть. Несколько слов для родителей, которые забыли, что детям на ночь нужно читать книги, смотреть с ними нужно хорошие, добрые мультики, ходить в театры, чтобы дети росли в другой атмосфере, не в компьютерной, не в игрушках вот этих современных электронных, чтобы детство было настоящее. Мы, взрослые, несем ответственность за своих детей, какими они вырастут, какими они будут относиться, когда станут взрослыми, к нам, старикам. И если мы сейчас не додадим им любви и внимания, то это потом скажется и на обществе, и на нас самих. Потому что отсутствие внимания к детям сегодня возвратится нам отсутствием внимания к нам в старости. Это очень важно. Спасибо за эти 10 минут. Я думаю, наши телезрители найдут что-то интересное. Это была программа подробностей. Смотрите хорошие спектакли, читайте интересные книги. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова